С сегодняшнего дня в Азербайджане лицам старше 65 лет запрещается покидать свои дома. При этом одиноким людям будет оказана необходимая социальная помощь. Такие меры применяются на фоне ситуации с коронавирусом. Известно, что организм людей старшего поколения более подвержен риску заражения. Таким образом, правительство старается обезопасить граждан, находящихся в группе особого риска. В данную группу попадает также депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Он сейчас находится на прямой связи со студией. Здравствуйте, Расим Мяли. Здравствуйте. Как Вы в целом оценили подобные меры? Насколько это поможет снизить риск сражений людей старшего поколения? Это вынужденная мера. И она предпринята не только в Азербайджане, а во многих странах. В первую очередь, конечно же, это первое направление для того, чтобы защитить население, которое между собой большим. Вся статистика показывает, что самые тяжелые последствия от вируса именно для возрастной группы старше 60 человек. Практически 95-98% умерших – это лица примерно вот этой возрастной категории. Поэтому, безусловно, это мера в первую очередь на то, чтобы беречь людей. Ну и понятное дело, что когда заболевают такого, ну, лица этой возрастной группы, требуется немедленная госпитализация. И медицинские учреждения могут оказаться, ну, скажем так, перенапряженные, не смогут оказать необходимую коалифицированную помощь. Поэтому, полагаю, что нужно сознательно к этой мере отнестись. Для меня, например, эта самая большая сложность заключается в том, что я последние 5-6 лет привык каждый вечер, часа полтора на бульваре гулять, дышать воздухом. Это очень важно и психологически для меня было, и, скажем так, для самого здоровья. И находиться теперь в квартире и потерять такую возможность для меня достаточно сложно. Но, тем не менее, будем это, в конце концов, ненадолго. Это не полная изоляция. У нас есть возможность смотреть телевизор, общаться посредством социальных сетей. Ну, в конце концов, есть очень много дома у каждого дел, которые все время откладывались. Это привести порядок в свои архивы, разобрать фотографии. Но очень много того, я еще раз повторяю, на что у нас никогда не хватало времени, теперь оно появилось. Поэтому, полагаю, что очень важно сохранить уже нормальное психологическое свое состояние, не нервничать. Ну, есть, в конце концов, детские, дети, внуки, которые могут и продукты принести, и, скажем так, по телефону пообщаться. Поэтому, это для всех трудная полоса, но от граждан сегодня требуется максимальная ответственность, дисциплинированность. И я полагаю, что большая часть людей моего возраста с пониманием к этим ограничениям отнесется. Да, спасибо. А как в таком случае следует поступать работодателям? Возможен ли вариант удаленной работы? Ну, во всяком случае, мы, как депутаты парламента, скажем так, находимся в онлайн-режиме, на связи, как члены нашего комитета международного, так и за руководством парламента. При необходимости, ну, в онлайн-режиме мы проводим обсуждения. И там, где, конечно же, есть возможность в онлайн-режиме, ну, сохранять рабочие связи, безусловно, это нужно делать. Ну, не всякая работа. Ну, во-первых, большая часть лиц 165 лет давно уже находится на пенсии и вне находятся, скажем так, работы. Ну, есть преподаватели еще, которые остались. Ну, мы знаем, все учебные заведения сейчас закрыты. Но если эти профессора, эти преподаватели имеют возможность в онлайн-режиме продолжать занятия со своими студентами и учащимися, безусловно, это нужно делать. И, в конце концов, это будет как-то и занимать нас дома. Спасибо вам большое. А я напомню о запрете лицам старше 65 покидать свои дома телеканалу CBC по видеосвязи рассказал депутат парламента Расим Мусабеков.